Здравствуйте! В эфире информационный ресурс КРТ и программа Народный Бультерьер, где мы с помощью механизмов гласности и права наказываем и ставим на место зажравшихся чинуш, а также различных проходимцев, которые хотят нажиться на горе и несчастье простых украинцев. Что такое украинская банковская система? Давайте положим руку на сердце и обсудим этот вопрос. Это смесь некой финансовой пирамиды и онлайн-казино, и может быть даже лотереи. Из года в год наша власть обещает, что она реформирует банковскую систему, наладит ее работу как часовой механизм швейцарского аппарата. Но, увы, как свидетельствует статистика, наши граждане продолжают тотально не доверять украинским банкам, храня деньги под матрасом. Ну, конечно, если эти деньги у украинских граждан есть. Не введение в нашу банковскую систему иностранного элемента, ни от тотальной реформы, постоянные изменения законов и конституцию не наводят порядка, потому что порядка нет в правоприменении. И это логично, поскольку государство виновата само. Сколько раз наши банки лопали, не отдавая деньги и сбережения гражданам? Сколько раз, пользуясь нищетой, раздавая унизительные потребительские кредиты, украинские банки наживаются на несчастных людей. Вот один из таких вопиющих случаев произошел в городе Житомир. К нам обратилась женщина со своей непростой ситуацией. Давайте ее послушаем. Я учитель логопеда у дитячому садочку. Нещодавно меня викликали бухгалтерию и сообщили, что каждого месяца из меня будут получать 20% из моей зарплаты. Я была удивлена, чому саме. Потом я пошла съясовывать. И потом выяснилось, что я в банкове больше, чем 180 тысяч гривен. Для меня, как для учительки, которая работает и получает от 5 до 7 тысяч гривен на месяц, в зависимости от тех годов, сколько я работаю, это шаленые деньги. Тем более, что я на данный момент осталась сама, виховываю доньку, потому что мой муж нещодавно помер. И где брать такие шаленые деньги, я не знаю. Как видите, действительно, откуда у учителя взялся кредит размером, а точная его цифра 181 628 гривен 26 копеек. Сколько же эта женщина, учитель, вдова будет отдавать из своей зарплаты приватбанку, а именно этот банк пытается взыскать с нее такую чудовищную сумму. Сколько же, еще раз повторюсь, из своей зарплаты она будет отдавать по 20% этому банку. Сколько лет ее ребенок будет не доедать, не получать надлежащего материального обеспечения и лекарств, которые нужны в столь тяжелый период. Давайте разберемся, как так могло произойти. Мы подключились к этому делу, изучив исполнительное производство, а именно государственно-исполнительная служба обратилась взысканием с Аллы. Мы не называем фамилию и отчество в силу того, что наше государство не является безопасным, особенно для тех, кто работает в государственных и коммунальных структурах. Итак, обратившись в государственную исполнительную службу, мы увидели, что исполнительный документ, а именно исполнительное предписание нотариуса, было выдано на такую чудовищную сумму, из которых задолженность по телу кредитов составляет всего лишь 7 тысяч гривен. Все остальные 160-170 тысяч гривен являются проценты, штрафы, штрафы на штрафы, пени и проценты на штрафы. Ясное дело, что это абсолютно незаконное действие, и здесь мы должны обратить внимание на то, что нотариус, это один из частных нотариусов города Киева, не задумавшись, выдал данное исполнительное предписание, хотя должен был проверить правильность тех цифр, которые он пытается взыскать в бессудебном и бесспорном порядке. Здесь необходимо нашим зрителям разъяснить, что же такое это исполнительное предписание нотариуса. Когда вы оформляете кредитный договор, а именно там была в нашем случае оформлена банковская кредитная карточка, еще в далеком 2011 году, и не просто кредитная, а зарплатная карточка с кредитным лимитом, вы соглашаетесь на какие-то определенные условия. Как правило, эти условия спрятаны банком либо за мелким шрифтом, либо вообще банк отсылает вас к каким-то интернет-сайтам, и вы просто подписываете расписку о том, что наперед согласны со всеми условиями, которыми вам банк предъявил. Так вот, беря кредит, вы даже иногда не знаете это, снимая свою зарплату, либо рассчитываясь в торговой сети. Вы соглашаетесь с условиями, что в случае возникновения задолженности банк имеет право не обращаться в суд, а обратиться к нотариусу, который, увидев условия вашей сделки, может выдать специальный документ, на основании которого с вас могут взыскать задолженность. Единственное условие, что выдавая так называемое исполнительное предписание, нотариус должен убедиться в бесспорности и стопроцентности этой сделки и вашего долга. Мы знаем, что такое исковая давность. И когда мы задались вопросом, как так, если кредитная карточка была оформлена в 2011 году, срок ее действия был совершенно давно окончен, выплаты по ней прекратились, поскольку Алла, наш преподаватель из детского сада, оплатила кредит, давно внеся 5000 гривен, еще в 2012 году, и банк все эти годы претензий к ней не имел. Вдруг, откуда ни возьмись, возникает этот долг. Что нарушил нотариус и что нарушил банк? Во-первых, три года общей исковой давности. Это правило, из которого есть ряд исключений, но в данном случае оно работает тотально. Долг нельзя взыскать по истечении трех лет, если вы не предпринимали до этого попытки о его взыскании. Об этом говорит и Европейский суд по правам человека, что с течением времени доля ответственности, в том числе гражданской, уменьшается. Поэтому, извините, если банк не обратился за долгом, существующим или несуществующим, если он не обратился за ним в течение трех лет, все, конец. Банк не имеет права обращаться за этим долгом. Следующее, это пени и штрафы. Для них законодатель установил один год исковой давности. Все, если вы не взыскали пени и штрафы, да и прочие санкции в течение года, больше их взыскивать нельзя. Следующее, за одно и то же нарушение нельзя применять двух наказаний. Об этом говорит Конституция Украины. Об этом же говорит и Верховный суд. Либо пеня, либо штраф. Давать человеку пеню и штраф за одно и то же, либо пеню на штраф или штраф на пеню, насчитывать на это проценты запрещено. Также Верховный суд говорит следующее, что если выплаты предусмотрены периодическими платежами, то проценты на них насчитываются на каждый просроченный платеж отдельно. Нельзя все суммировать и насчитать на эту огромную сумму проценты. Вот это было и нарушено в математических подсчетах, умышленных или неумышленных, скорее всего, что умышленных. Приватбанка из ничтожной суммы в несколько копеек выросла сумма в 180 тысяч гривен. На что был расчет, что бедная женщина, у которой нет денег на адвокатов, на юристов, смирится со своей тяжелой долей и будет покорно, добровольно отдавать эти деньги, обогащая олигархат, либо государство, к которому как пявки присосались различные новориши. И правда, такой механизм срабатывает, потому что не у многих граждан есть деньги, силы и воля на то, чтобы бороться, особенно если эти граждане сломлены тотальной несправедливостью. Мы помогли АЛЕ и обратились с иском об отмене данного исполнительного производства и данного исполнительного предписания в один из судов города Житомира. На данный момент суд приостановил исполнительное производство и таким образом АЛА не заплатила ни копейки из этой суммы. Дело продолжается. Мы будем идти по пути победы для того, чтобы прекратить этот беспредел и несправедливость. Почему так поступает банк? Есть версии и конспирологические, и не менее конспирологические. Если мы говорим о приватбанке, который на тот момент готовился к так называемой национализации, и значит кое-какому-то олигарху, у которого подсказывают, есть очень близкие связи с бывшим и нынешним президентом, надо было накачать приватбанк дутой ликвидностью, то, конечно, можно было в актив засчитать из одной копейки 180 тысяч гривен. Сколько такой дутой ликвидности было продано украинскому государству, а то бишь украинскому народу? Кто положил наши с вами деньги в свои швейцарские офшоры? Мы будем за этим делом следить и разбираться, и также информировать вас. С вами был народный бультерьер и его ведущий Андрей Гожий. Боритесь за свои права ежедневно. Структурируйте свое пространство на основании уважения к себе и к закону. До свидания.